Всем огромный привет! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Мария. Сегодня мы с вами поговорим о моих парфюмерных новинках. Здесь будут как парфюмерные новинки именно для меня, так и в принципе парфюмерные новинки на рынке парфюмерии. Будет много всего интересного. Я уже быстрее хочу вам сказать об этих новиночках, поделиться своими отзывами, впечатлениями, потому что это сильно композиции, которые вызвали у меня вал эмоций. Здесь у меня будут как покупки с L'Etoile, так же и покупки с Aroma Boutique. В общем, давайте приступим. Все буду вам по ходу видео рассказывать. И делиться своими отзывами, потому что мне прям уже не терпится. И давайте начнем с первого аромата, который прям стал для меня открытием. Потому что, в принципе, я знала, что этот аромат есть у бренда. Я смотрела его пирамиду. Я, в принципе, понимала, что я себе его приобрету. Но я думала, что, скорее всего, приобрету я себе его ближе к лету, потому что по настроению он меня ассоциировал все больше с таким вот летним периодом. Но когда я была на выставке, я познакомилась с ним уже более детально. И, как выяснилось, оказывается, этот аромат и еще два любимчика, которые у меня есть, один из которых у меня есть в коллекции, являются прям хитами бренда. Это топ-3 таких хитов. И я поняла, что я не хочу ждать лето. Я хочу этот аромат сейчас. И я поняла, что даже в прохладное время года он очень красиво раскрывается. Я говорю сейчас о композиции от бренда Sly Jones Club, который называется Seychelles Breeze. Почему бы, в принципе, не устроить себе такой отдых на райских островах даже зимой? Вот хотя бы мысленно перенестись в теплые края, можно сказать так. Но у нас, конечно, осень, прохладно, пока еще не настолько холодно. Но мысленно хочется уже быть в тепле. Понятно, хочется. Что касается данного аромата, я, как и сказала, что, в принципе, у меня есть тоже один из хитов бренда. Это Sweet Lure. Это прямо аромат, который я приобретала вслепую, который вызвал у меня вау эмоции. Также, кстати, у бренда очень популярный аромат Indian Grass. Тоже такой красивый травный аромат. Ну и все композиции, в принципе, очень хорошие. И что касается Seychelles Breeze, это тоже один из хитов бренда. И когда я нанесла его на блотер, я поняла, что мне он нужен, что без него я уже не смогу. И что сейчас, в прохладное время года, особенно когда уже пойдет снег, мне этот аромат будет просто жизненно необходим. Потому что это красивый аромат на тему отдыха на морском побережье. Здесь со старта есть такие солоновато-свежие ноты. Но далее также присутствует такой приятный кремово-фруктовый аспект. Может быть, даже этот аспект отвечает за именно крема от солнца. То есть такие санскрины. Но еще я ощущаю здесь очень красивый пудровый гелиотроп. Гелиотроп, кстати, такой же для меня по настроению. Именно в Sweet Lure там я тоже ощущаю такой приятнейший, мягкий, сладковатый гелиотроп. И здесь он тоже присутствует. Потому что по отзывам я почему-то думала, что Сейшел Бриз это такой вот прям холодный, отстраненный, такой морской свежак с легкими такими санскринными моментами. Но нет. Это морской аромат на тему отдыха на побережье. Но с приятной, такой теплой, согревающей, немного амбровой, такой мягкой, какой-то древесно-теплопряной базой, я бы сказала. То есть ощущение есть вот именно со старта вроде такие солоноватые моменты, как будто бы такая вот солоноватая деревяшка. Но потом эти аспекты становятся теплей. И сами эти вот моменты древесности становятся более теплые. И как будто бы аромат начинает вас согревать и окутывать. Это очень интересно. Хотя, как я сказала, со старта, это такая отстраненная фиалка из зелий. Но в базе этот красивый гелиотроп с такой легкой мшистостью. Также здесь есть очень приятный для меня корень ириса. И все это с такой цветочной, акварельной базой. Как это красиво, даже знаете, сложно мне его описать. Но сам вот этот вот эффект от аромата, что ты ожидаешь, что это будет что-то такое холодное и не охлаждающее на лето. Но по факту в холод аромат раскрывается просто невероятно. Как будто вот эта солоноватость смешивается со сладостью, с этим прекрасным сладким гелиотропом. И получается просто что-то невероятно красивое. Поэтому я под впечатлением. И аромат такой довольно воздушный, но шлейфовый, стойкий, все собой заполняющий. И он звучит стильно, классно, 100% унисекс. Но мне кажется, я наносила на мужа. На мужа он чуть менее сладкий. На мне все-таки вот этот сладкий гелиотроп проявляется чуть ярче. Но композиция мне понравилась очень. Буду также его разношать, чуть более детально показывать вам в подборках. Однозначно будет у меня мелькать видео. Но меня вот именно покорило то, что я делала все ставки на то, что аромат прям такой супер свежий, супер охлаждающий. Но нет, он очень красиво звучит и в теплое время года. И кстати, в Литуаль я сказала, можно с ним познакомиться, нанести на себя, разносить. И я уверена, что он вас с равнодушными не оставит это точно. Аромат, который является новинкой у нас на рынке, хотя в принципе аромат выпущен намного ранее. Но у нас он появился только-только в продаже. Много, кстати, положительных отзывов. Я слышала о нем от своих девочек-зрительниц. Они писали, что покупали его за границей. Что очень ждали, когда он появится у нас. И вот он у нас появился. И я овладела этим флакончиком. Это аромат от бренда Каяли, который называется Луна. Мне аромат понравился с первого вдоха. Я поняла, что это то, что мне нравится. И мне понравилось тем, что это вроде сладко, это ярко, но это не термоядерно. Я могу сказать однозначно, что это да, может быть, где-то и ощущается на подпевках такой восточный все-таки вайп, как сейчас модно говорить. Но все-таки это на европейский лад. Здесь красивый медовый персик для меня на старте. И красивейший ананас. Вот это сочетание ананаса с персиком просто невероятное. И в принципе я постоянно нахожусь в поисках идеальной ноты ананаса, чтобы ананас действительно звучал очень красиво и реалистично без химозного звучания. Вот здесь именно так. Здесь нет никакой вот такой химической ноты. Здесь вот прям сочный, свежий ананас. Красивый, сладкий, медовый персик. Немного кислого зеленого яблочка. И все это постепенно уходит в такую мягкую сладость. Здесь есть нота почули. Почули передает такой легкой терпкости. Заявлена еще нота розы. И розы я здесь ощущаю. Но роза здесь не слишком доминирующая. Это все-таки доминирующая. Здесь у нас ноты играют. Это все-таки персик, это ананас, это яблочко. Роза, она как обрамление всей этой композиции с красивыми почулями. Немного легкой такой парфюмерной ванили. Как будто бы даже какой-то с сахарной пудрой. Есть ощущение, вот именно как будто вся эта такая фруктовая композиция. Сочная, сладкая, медовая. Немного так присыпана с сахарной пудрой. Но это не супер сладко, это не слепательно. Здесь нет какого-то зубодробительного мускуса, который присутствует обычно с такими фруктовыми яркими ароматами. Если вы ищете композицию на тему ананаса, красивого ананаса, красиво обрамленного, нехимического, а такого натурального, сладенького, с легкой, такой вот свойственной ананасу кислинкой. Обратите внимание, технические характеристики, конечно, все на высоте. Это стойкость, шлейф, все просто супер. Далее следующий аромат, который у меня появился в таком вот тревел-формате от бренда Байбоза. И это аромат тоже на такую вот, как и первый аромат, пляжную тематику. Это композиция, которая называется Sea Breeze. Да, видимо, я не успела насладиться летом, хотя у нас, в принципе, осень такая довольно теплая. Мне хочется чего-то такого морского. Здесь уже композиция такая более воздушная. Что касается бренда Байбоза и также бренда Каяли, все это представлено у нас в Литуаль, там можете познакомиться, приобрести. И что касается именно Sea Breeze, это уже вот именно тематика такая красивого, солоновато-свежего прочтения. Но мне тоже нравится такое звучание, я сейчас его ношу дома. Для меня на старте очень красиво звучит эта нота папируется. Такая есть какая-то бумажность в аромате, не знаю, как это даже передать. Вот ощущение прям такой солоноватости, свежести, очень красивый лимон с розовым перчиком. И мне здесь очень нравится, что есть легкий такой мягкий намек на тиаре. Тиаре здесь не слишком такое прям ярко выраженное, легкое такое прочтение. Красивая нота помело, обожаю, кстати, помело. И немного красивых минеральных нот. Вот здесь вот эта все красивая солоноватость, свежесть, смешанная с минералами, щепотка ванили. Это очень нежно. Очень так, как-то знаете, я бы сказала, что это аромат вторая кожа, но тем не менее он как хамелеон. Он то затихает, то становится опять ярче, он красиво играет, переливается. И при всей своей, в принципе, на первый взгляд, негромкости, то есть такой довольно негромко звучащий, он довольно шлейфовый и переливчатый. И мне понравилось, как он и в холод звучит. Но я думаю, в жару он будет тоже звучать очень классно и так многогранно. Поэтому, да, понравилось, буду носить миниатюрочку. И когда закончится миниатюрочка, скорее всего, я все-таки приобрету себе полноразмерный флакон, потому что аромат мне понравился. Следующий аромат у меня от бренда Rude Rose, который называется Rude to the Paradise. Я его еще не открыла, я с ним знакома. Это такое обдуманное приобретение, потому что у меня есть набор travel версий. Я с ним познакомилась, и я поняла, что я его хочу. И мы с вами сейчас его вместе распакуем. Так, у меня вот здесь все упаковано. Все в следе. Пока давайте распакуем вместе. Это аромат на тему османтуса. Вы знаете, что я являюсь фанатом аромата от бренда HFC Дьявольские интриги, потому что я очень люблю сандал. Мне нравится молочный сандал, и мне нравится безумно османтус. И вот здесь как раз-таки все у нас посвящено сандалу и османтусу. Поэтому, конечно же, я захотела его в свою коллекцию. И вот он у меня. Здесь у нас, да, композиция на старте чайная. Далее появляется красивый османтус. Легкая такая молочность. И аромат, да, он чем-то в направлении дьявольских интриг от HFC. Но мне показалось, что он как будто более мягче. Потому что, знаете, который раз я уже сталкиваюсь, что те композиции, которые немного длинно похожи на HFC, мне даже их проще носить, чем сам HFC. Потому что там довольно все ярко и монотонно. Здесь же это все как будто на полутонах, но это носибельно. При всей своей такой мягкости, легкости, нежности, аромат довольно стойкий и шлейфовый. Но при этом здесь не супер назойливый османтус. Он такой еле-еле уловимый. Здесь красивый, с легкой такой солоноватостью, но в общем молочностью и такой влажной древесностью. Аромат и красивый, мягкий чай. И все это присыпано пудрой. Это нежность, это такая вот мягкость, элегантность. Мне очень нравится. Если вам нравятся дьявольские интриги, но вы хотите что-то более приятное, более нежное в носке, ну и по приятной цене, обратите внимание на Rose Rose. Потому что композиция, ну очень похожа, но в то же время она какая-то другая. Здесь есть немного еще такой свежести, как будто бы цитрусы. Легкая такая чайность, мягкая, как будто бы зеленый чай, может быть даже как будто молочный улун. И все это с мягкой такой сандаловой османтусовой нежностью. Очень нравится, тоже уверена, что в ближайшее время вы его будете видеть у меня часто. Сегодня такие первые впечатления покупки, но потом я буду к нему еще возвращаться не раз, это точно. Далее моя новинка, которую я уже приобрела на сайте AromaBoutique. И, кстати, на AromaBoutique у меня есть промокод, который я использую. Я вам здесь оставлю, если будет актуально. Он дает на первый заказ 7% скидку, в последующем 5% скидку. И также у вас еще будет накопительная скидка на AromaBoutique. Я всегда пользуюсь этим промокодом, и, соответственно, с нами получается чуть выгоднее. Что касается новинки моей, да, сказала, что это у меня новиночка. И это у меня новиночка от бренда Boys 1920, которая называется Dura Coffee. Конечно, когда я увидела презентацию, когда увидела, что здесь кофе, я как любитель кофе, конечно же, не устоял. И что я вам скажу про эту новинку. Мне аромат понравился. Я не пожалела, что его приобрела. Это у меня объем 50 мл. Это интересный кофе. На старте это кофе с легкой такой табачностью. То есть, знаете, в общем, такая действительно ассоциация именно с кофейней. Потому что, как ни крути, здесь много всяких нот. Есть и сладость, такие гурманские аспекты карамельные, каких-то десертиков, тортиков. Здесь есть немного легкой табачности. На мне, кстати, табачность здесь практически неощутима. Но на многих этот табачность раскрывается очень ярко. Поэтому будьте аккуратны. Слышала такие отзывы. Ну и кофе. Но на моей коже лично аромат уходит в очень сладкую такую карамельность. Даже мы как-то гуляли с мужем. Я говорю, от меня пахнет кофе. Он говорит, нет, от тебя пахнет какими-то конфетками, сладостями, карамельками. Вот. Но я кофе, кстати, ощущала. Поэтому имейте в виду, что это, опять же, аромат не на тему такого вот яркого монокофе. Здесь есть немного табачности. На ком-то она чуть больше, на ком-то чуть меньше проявляется. Здесь есть кофе. Но здесь огромное количество сладостей. Карамелек. Даже как будто солоноватая какая-то карамель. Такой вот именно гурманской ноты. И, в общем-то, эта вся карамельная гурманская нота, все это звучание смешивается с легкой табачностью. Поэтому прям монокофе здесь не ждите. Здесь оно как бы таким вот намеком, можно сказать так, но больше все-таки такой карамельности и немного табака. Мне аромат понравился, стойкий шлейф. Но, как сказала она, мне он все-таки уходит в такую карамельную, красивую, многогранную, дорогозвучащую гурманику. И второй аромат, который я себе приобрела также на Рома Бутик, это Орло в Париже. Здесь такое оформление было. Одна коробочка, вторая коробочка. Здесь шкатулочка. Оформление, конечно, классное. Вот таким вот образом все это выглядит. Так, и это была у меня, так вот покажу, это у меня была супер спонтанная покупка. Я хотела что-то интересненькое от бренда попробовать, потому что у меня, в принципе, есть один фаворит, хотела что-то еще. И мне Олечка посоветовала этот аромат. Называется он Star of the Season. И с ним, знаете, какой нюанс? Будьте аккуратны, когда будете его покупать, потому что на фрагрантике указана неверная пирамида этого аромата. На фрагрантике указано, что это какой-то ирисовый, такой нежный аромат. По факту это абсолютно не так. Я, кстати, искала тоже пирамиду, нашла пирамиду, не везде она представлена, нашла правильную пирамиду в правильной пирамиде. Здесь у нас идет именно слива, дымные такие аспекты, такой сливовый дымный аромат. Хотя на фрагрантике была пирамида, указано, что это у нас ирис, почули, ваниль, сандал. На самом деле это не так. Это довольно яркий осенний аромат. Я тоже чуть-чуть не купилась на это, что композиция именно на такую вот ирисовую тематику. Кстати, еще будьте аккуратны, что у них флаконы раскручиваются. Я когда открывала флакон, мне чуть не раскрутился и не вылился аромат. Поэтому будьте аккуратны с этим. Что касается этого аромата, это в принципе композиция в направлении Angel Share от Kila. Не похож прям вот на 100%, а именно своим настроением. Здесь деревяшки, здесь немного табачность, здесь алкоголь, здесь такие вот яблочные, яблочно-коричные аспекты и очень красивая такая немного дымная слива. Аромат красивый, аромат приятный. Он, кстати, 100% унисекс. Я даже хочу попробовать на мужа нанести этот аромат, как он будет раскрываться на нем. Потому что я понимаю, что на мне как будто бы он звучит довольно так грубовато. Он красивый, он многогранный, но я понимаю, даже Angel Share у меня стоит и я очень редко им пользуюсь. Почему-то мне нравится вдыхать аромат, но на себе носить я редко. Ношу такие вот дымные, сливовые, коричневые ароматы. Мне нравится что-то все-таки понежней. И мне аромат понравился. Он яркий. Он не очень красивый, аспекты сухофруктов. Вот эта слива смешивается еще с какими-то сухофруктовыми аспектами. Немного из сахарной пудры. Алкогольность, красивые деревяшки. Такая какая-то вот алкогольная здоровая. Прям ощущение какой-то дубовой бочки с алкоголем. Есть такой нюанс, но мне кажется, что он прям такой характерный. Я там хочу попробовать нанести на мужа, как он будет на нем. Может быть, даже он его будет носить. Потому что яблочки, кстати. Ну вот он прям в направлении, да, Angel Share. Но я поняла, что сейчас у меня не так тянется рука к такому направлению. И, наверное, если бы он был такой, как заявлено на фрагрантике, я была бы, наверное, даже больше этому рада. Но это мне тоже нравится. Потому что слива здесь красивая, да. И в первую очередь я как бы покупала по отзыву, что это аромат на тему сливы. Да, хорошо. На осень просто идеально буду носить. Но пока вот под вопросом, буду ли я так часто его носить. Потому что, как я сказала, почему-то не часто рука у меня тянется к такому направлению. Ну, в общем, купила. Пока разнашиваю. Еще у нас все в процессе знакомства. Ну, потому что я не так много его носила. Не так много времени у меня было на разнашивание этого аромата. Но однозначно красивый на тему сливы, дымности, табачности. Такой вот красивой деревяшки, алкоголя, немного яблочка. Обратите внимание, если вам нравится такое направление. Потому что по приятной цене можно на Рома Путику купить ароматы данного бренда. Вот такая вот у меня подборка. Такие ароматы. Пишите, пожалуйста, если вы знакомы с теми композициями, которые я сегодня показала. Что у вас в любимчиках, что вам нравится, как вообще относитесь к ароматам. Будет это очень интересно. А на этом я с вами прощаюсь. Огромное спасибо, что смотрели это видео до конца. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok